Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И напоминаю, что читаем мы перевод этой книги, перевод Юнгерова. Но делался он из греческого текста, так же, как и церковно-славянский перевод. И поэтому его текст, текст, который мы сегодня читаем, во многом совпадает с церковно-славянским, который можно услышать в богослужении. Но также, естественно, мы сравниваем этот текст с русским синодальным переводом, который делался с еврейского. Итак, сегодня мы читаем девятую главу. Она не очень большая, но тем не очень многое, она интересная. «Премудрость построила себе дом и утвердила для него семь столпов». Этот первый стих очень известен, и в церкви много о нем говорят. Эти семь столпов особенно требуют некоторого комментария такого. По крайней мере, так было в церковной традиции, очень много об этом говорили. Естественно, если мы вспомним прошлую беседу и вспомним, что под премудростью из древности христиане понимали Христа, Спасителя, то слова «премудрость построила себе дом» явно означает, что премудрость создала церковь. То есть Христос создал церковь и утвердила для него семь столпов. И вот во втором тысячелетии эти семь столпов трактовались обычно, в первую очередь, как семь вселенских соборов. И чуть позже, уже во второй половине второго тысячелетия, даже, можно сказать, в веке XVIII-XIX, они начинают трактоваться как семь таинств. На самом деле, конечно, надо подчеркнуть, что семь, например, Вселенских соборов проходили во времени. И, скажем, если мы обратимся к комментаторам до Седьмого Вселенского собора, то никаких ссылок на то, что здесь речь идет о семи Вселенских соборах, и речи, конечно, нет, и речи об этом не может быть. Почему? Потому что церковь была полноценной церковью, и утверждалась не на семи Вселенских соборах тогда, когда их было шесть, например, или когда их было пять. Дело в том, что есть церковные историки, которые не без основания считают, что Вселенских соборов было восемь или их было девять. Дело в том, что всякий Вселенский собор утверждался как Вселенский последующим собором. И поэтому, если, например, восьмой, там, Фотиевский, скажем, да, собор, чрезвычайно значимый для православной церкви, не был утвержден последующим собором как Вселенский, это не значит, что по своему значению, по своему масштабу он Вселенским не был. Дело в том, что просто с числом Вселенских соборов есть некоторые такие сложности еще и в том смысле, что существуют такие легенды, якобы восьмой Вселенский собор будет связан с приходом Антихриста. Это, конечно же, неправда. На самом деле соборов может быть в церкви столько, сколько им нужно, сколько нужно церкви. И церковь живет соборным духом, и Вселенский собор это просто собор Византийской империи, то есть той ойкумены, как она и называлась, да, когда говорили до края Вселенной, говорили до края Византийской империи. Конечно же, Византийской империи сейчас нет, но это не значит, что церковь не живет теперь соборным духом, или что она не может созвать Вселенский собор, если ей это будет нужно. Еще одно толкование, как будто бы это семь таинств, на которых основывается церковь и на которых основывается ее жизнь. Но дело в том, что само учение о семи таинствах сформулировано однозначно уже на Триденском соборе, католической церкви, контрреформационном, и попало в учебники догматического богословия уже через западные учебники, потому что многие наши богословы XVIII века учились на Западе и перенимали оттуда вот эти схоластические схемы. В Святоотеческом же богословии количество таинств было разным. Упоминалось и шесть, и восемь, и девять, и разные обряды включались в таинства, некоторые таинства напротив отсутствовали. Так что наиболее правильным толкованием этого места, что Премудрость создала себе дом, построила себе дом и утвердила для него семь столпов, наиболее древними комментариями могут быть, например, комментарии о том, что семь столпов — это семь даров Святого Духа, которые упоминаются у пророка Исаии. Или, например, семь авторов Нового Завета, потому что если вы посчитаете, книг в Новом Завете много, но авторов в Новом Завете упоминается семь. Четыре евангелиста и апостола Иуда, Иаков и апостол Павел. Других авторов в Новом Завете нет. И далее. «Заколола свои жертвы, растворила в чаше свое вино и приготовила свою трапезу. Послала своих рабов сзывать громким голосом на чашу, говоря, кто неразумен, пусть уклонится ко мне. И с кудоумным она сказала, идите ешьте хлеб мой и пейте вино, которое я растворила вам. Оставьте безумие и будьте живы, и будете живы, чтобы вам воцариться навеки. И в защите разума, дабы вам жить, и усовершенствуйте разум знанием. Получающий злых получит свое бесчестие. Обличающий же нечестивого опорочит себя самого, ибо обличение нечестивыми, нечестивому раны ему. Не обличай злых, чтобы не возненавидели тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай мудрому наставление, и он будет мудрее. В разумии праведного, и он с охотой послушает. Итак, вот в этом отрывке небольшом мы видим две темы. Во-первых, премудрость обращается к людям, но говорит она следующим образом. «Кто неразумен, пусть уклонится ко мне». И скудоумных она зовет к себе за свою трапезу. Почему она это делает? Потому что, конечно же, человек, который разумен, который уже живет премудростью, он не нуждается в том, чтобы как-то приходить к ней, он уже и так живет с ней, за ее трапезой. А вот скудоумные и неразумные люди, которые погибают, она пытается их спасти, взывает к ним и говорит, «Идите и ешьте хлеб мой и пейте вино мое». Почему? Потому что вы будете живы и воцаритесь вовеки. Она как бы уговаривает и упрашивает их, чтобы они так поступили. И далее говорит о том, что получающий злых получит свое бесчестие. Вот здесь можно увидеть некоторое такое противоречие. Она, с одной стороны, уговаривает и упрашивает нечестивых, глупых, скудоумных, чтобы они обратились, и в то же время говорит, что для того, кто начинает поучать или вразумлять нечестивого и грешного, это может обернуться большими проблемами. Почему? Потому что злой не готов исправляться, не готов каяться, не готов вести диалог. Не обличай злых, чтобы не возненавидели тебя. Почему? Потому что обличение злого, обличение неразумного приводит к ярости с его стороны, к гневу и к мести. Не случайно в седьмом стихе она говорит, обличение нечестивым раны ему. То есть, когда человека обличают нечестивого, он страдает и в ответ начинает ранить. «Дай мудрому наставление, и он будет мудрее. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Вот здесь вот эти восьмой и девятый стих, они показывают, что обличать и вразумлять нужны человека, который уже расположен к изменению, уже задумывается о правильности своего поведения. А человек, который не понимает и не знает, ну, о нем, наверное, можно молиться, можно просить Бога, чтобы он вразумил его, ну, милостивым образом, чтобы не было никакого несчастья с ним. Потому что, конечно же, для Бога ценен каждый человек, и о каждом мы должны заботиться, чтобы он пришел к Богу. Когда кто-то радуется тому, что нечестивый погибает или нечестивый получает по заслугам, то это не Божия радость. На самом деле Бог не радуется погибели грешника, но хочет, чтобы он исправился. «И так не обличай злых, чтобы не возненавидели тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Вразуми праведного, и он с охотой послушается». Действительно это так. Человек, который научился исправлять свою жизнь, который научился каяться и идет по пути спасения, он углубляется в этом пути больше и больше. И поэтому, когда кто-то начинает учить его исполнение Божьей заповеди, он с охотой слушает. Далее Соломон продолжает. «Начало мудрости – страх Господень, и совет святых – разум, потому что знание закона свойственно доброму помыслу». Десятый стих тоже очень известный. «Начало премудрости – страх Господень». И мы уже говорили об этом, что в основании премудрости лежит страх Господень. Но страх, как мы помним, бывает двух видов. Об этом Авва Дорофей говорит. Страх первый – это именно боязнь того, что Бог накажет наказание Господнего. И второй страх – это страх нарушить Божию любовь. И второй страх выше первого. И поэтому человек, который останавливается на этом первом страхе, он не прав. На самом деле, конечно же, нужно стремиться дальше к страху второму, к тому, чтобы любить Бога и бояться оскорбить Его любовь, бояться прервать Богообщение. «Ибо, живя таким образом, ты проживешь долгое время, и прибавится тебе лето жизни твоей». Действительно, не случайно многие авторы отмечают, что Ветхий Завет не знает никаких поучений о посмертной участи. Можем сколько угодно читать его и практически не найдем никаких упоминаний того, что человек грешный будет наказан после смерти, а человек праведный будет награжден. Наказание и награды присутствуют в этой жизни. И поэтому, живя таким образом, ты проживешь долгое время, и прибавится тебе лето жизни. То есть ты получишь награду уже здесь и сейчас. Более того, если Ветхозаветный человек хотел рассказать о награде Божией не для только этого человека, то он мог сказать, например, что и дети твои будут так же счастливы, если ты будешь благочестив. То есть твое благочестие скажется и на их, на их судьбе, на их поведении. Далее. «Сын мой, если ты будешь мудр, то будешь мудр для себя и для ближних твоих. А если зол будешь, то один почерпнешь злое». Очень важный тоже такой текст, что если человек мудр, то он, его жизнь, он проживает такую жизнь, которая влияет на всех остальных. И он оказывается мудрым для себя и для ближнего. То есть его мудрость распространяется на жизни окружающих его людей. И его благочестие сказывается на тех, кто живет рядом. Их жизнь тоже меняется, их жизнь тоже становится более мудрой и благочестивой. «Напротив, если ты будешь зол, то один почерпнешь злое». То есть зло человека и его грехи остаются в итоге с ним самим и влияют на его жизнь. «Сын наученный будет мудр, а безумным воспользуется, как слугою. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими. Ибо он оставил пути своего виноградника и заблудился с тропинок своего поля, проходит через безводную пустыню и землю, обреченную на жажду, собирает руками бесплодие». Очень красивые образы и довольно понятные. Кто утверждается на лжи, то есть тот, кто живет ложью, неправдой, тот пасет ветры. Для нас сегодня, наверное, не очень понятно, что это такое. Но для людей, которые жили сельскохозяйственной культурой, которые постоянно пасли свои стада, совершенно очевидно и понятно, что пасти ветры — это значит заниматься бессмысленно и бесполезной работой, потому что ветер дует вне зависимости от человека, от его жизни, от его действий, и никакого плода человек не может от него получить, не может приручить его. Тот гоняется за птицами летающими, ибо он оставил пути своего виноградника и заблудился с тропинок своего поля. Виноградник и собственное поле — это образы благополучия. Напротив, человек, который основывает свою жизнь на лжи, уходит в пустыню, которая обречена на жажду и собирает руками бесплодие. То есть человек, который положил в основании своего благополучия неправду, в итоге не получит ничего. И если даже нам может показаться, что в этой жизни такие люди бывают весьма успешны, во-первых, уже и в этой жизни часто человек, который всю свою жизнь основал на лжи, оказывается неуспешен и несчастен. Но самое главное — в жизни духовной, не только в жизни физической, не только в жизни материальной, он, конечно же, оказывается бесплоден. И далее. Очень интересно. что вот этот же образ в начале главы обращает к людям, эти слова обращают к скудоумным премудрость. Премудрость зовет грешников к себе. Премудрость говорит им «приходите, и вы будете жить». Но женщина безрассудная и дерзкая, которая не знает стыда, зовет этих самых скудоумных и глупых к себе. Она говорит «кто из вас самый глупый, пусть уклонится ко мне, и скудоумным повелеваю». И вот к чему же она зовет? «Утаенных хлебов с удовольствием коснитесь, и сладкой краденой воды испейте». То есть, конечно же, здесь речь идет о блудных отношениях, опять об этой развращенности, которую она призывает. И говорит о том, что это краденая, то есть чужая вода, у нее есть свой муж, у этой женщины. «И сладкой краденой воды испейте». И что же говорит об этом Соломон? «Таковой не знает, что земнородные у нее погибают и сходят на дно ада. Но ты отскочи немедли на месте ее, не останавливай твоего взгляда на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую и перейдешь реку чужую. От чужой воды удаляйся и от чужого источника не пей, чтобы пожить многое время и прибавились тебе лета жизни». Вот 18 стих в синодальном переводе звучит следующим образом. «И он, то есть вот этот глупый, не знает, что мертвецы там и что в глубине преисподней, зазванные ею». То есть вот идет этот самый человек, здесь очень важно указать, что она зазывает тех, кто идет прямо своими путями. Это 15 стих. «Приглашая проходящих, идущих прямо своими путями». Она пытается соблазнить людей правых, людей, которым нравится правота, прямота, премудрость. Она зовет их. И этот человек, который проходит, не знает, и он не знает, что мертвецы там и что в глубине преисподней, зазванные ею. И Соломон как бы говорит сыну своему, «Ты отскочи и немедли на месте ее, даже не останавливай твоего взгляда на ней». Не случайно Христос говорил, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Грех совершается действительно в глубине сердца, в душе человека. Далее выражение может быть уже разным, но корень греха в сердце человека. «Итак, от чужой воды удаляйся и из чужого источника не пей, чтобы пожить тебе многое время, прибавились тебе лета жизни». Дай Бог каждому из нас действительно побеждать искушения, которые встречаются в нашей жизни, и жить благочестиво, по Божьему благословению. Всего доброго!